Приветствую вас. Мне, конечно, чувствуется, что вы находитесь в таком достаточно остром состоянии, вот, и вы не задаёте вопрос к психологу, то есть вам, очевидно, хочется просто сейчас выплевать. Все свои эмоции, вот. Вы знаете, глобально, вот глобально, именно глобально, что называется, я вашу проблему вижу в том, что вы не умеете быть слабой. И что в определенных моментах своего взаимодействия с людьми. Вы даёте им, людям, к сожалению, ложные представления о себе. Ну, связано это по понятным причинам, я надеюсь, с тем, что у вас у самой о себе тоже ложное представление. Вот. Вы называете себя непроверцем, но при этом, как бы, вам совершенно очевидно. Важны рядом люди, вот. Вы называете себя непроверцем, но при этом вы испытываете потребность к мужчине, да, и так далее. То есть это, на самом деле, я бы не сказал, что это проявление интровертизма, интроверсии точнее, проявление интроверсии и смодостаточности. Я бы сказал, что это скорее, ну, это скорее проявление ранимости, это скорее проявление чувствительности, это скорее проявление уязвимости, собственно, вот, с вашей стороны. То есть, первое, это, наверное, все-таки корректировка ваших представлений о себе. Это самое важное. Второе, это, наверное, привидение представления о мире, да, из некой такой, как сейчас у вас, нерациональной, полумистической формы, да. Потому что, ну, сейчас у вас вот очень-очень сильно вы уходите в какой-то вот, ну, в идею вы уходите очень сильно в идею наказания. Вы уходите очень-очень сильно в идею того, что вы заслужили чем-то, тот негатив, который вот с вами происходит. Вот, ну, и в целом, судя по описанию, да, вы верите в хорошее-плохое, то есть, верите в то, что вот с вами может происходить обязательно только что-то, да, хорошее или только плохое. И хотите вы хорошего, но хорошее не получается, получается только плохое, с вами, с вами я имею ввиду. Вот, и так далее, то есть, от такой вот иррациональной позиции тоже нужно отходить, от этой позиции, ну, мистики, от этой позиции детского. Вот, и в целом, есть у меня такое ощущение, да, что глобально вы как ребенок себя ведете, вот, и чувствуете, вот. Это такая, скорее, детская позиция, но детская позиция, к сожалению, детская позиция не просто, а детская позиция с уклоном во взрослое состояние. То есть, поскольку вы действительно, вот это правда, что вы человек действительно достаточно закрытый, вот, и вы действительно, скорее всего, испытываете скуку с теми людьми, которые являются одного возраста с вами. Мужчина, вероятно, был старше вас, но вы его идеализируете. Кстати, вот подумайте, почему вы его идеализируете, вы говорите, что он идеальный. Это тоже проявление такой вот детскости, понимаете, вот. Далее, ощущение не свободы, не связано ни с кредитами, ни с чем-либо. Это исключительно духовная история, это исключительно психологическая история, вот. Следующее, что важно, это кредит, и кредит это проблемы с личными границами, в первую очередь. То есть, кредит это, ну, проживание жизни непосредственно. Как вы, я надеюсь, понимаете, да, вот, то есть, именно, вот, то, что человек, берущий кредит, да, он, как бы, хочет больше, чем, больше, хочет, хочет большего, чем, может себе позволить, вот. И это, ну, в целом, довольно негативно, то есть, это, вот, личные границы, неумение жить посредством, вот. Ну, это проблематика тоже, в принципе, в принципе, решается, вот, это проблематика тоже, в принципе, корректируется. Конечно, при условии, если у вас такое желание есть, вот, все это корректируется, все это меняется. Вот, ну, нужно, чтобы этого хотелось. Сейчас, на данный момент, ваше поведение очень сильно похоже на цель, доказать, вот, именно, именно доказать, что с вами что-то не так. Что вы несчастны, что вы, там, ну, недостойны быть счастливы, и так далее, вот, и что вы, на что не спасут, что вы, на что не спасут. Вот, вот, ну, так, по крайней мере, это выглядит, со стороны, вот, вот, а, мне, конечно, безумно не хотелось бы, чтобы так было. Итак, мне тридцать лет, я совершенно глубоко не счастливы. В первую очередь, это связано с тем, что вы не принимаете себя. Я никогда не была тем, кому все дается легко. Здесь, вот, вы уже, по ощущениям моим, сравниваете себя с другими людьми. Вот, почему вы решили, что, ну, что всем дается что-то легко. В этом плане, все люди одинаковы. Кому-то дается что-то легко, кому-то дается что-то посластнее, вот. Но вы себя выделяете. То есть, вы, вот, корицы себя расходите, вам дается что-то тяжело. Ничего, о чем я мечтал, не сбылось. Ну, я вам открою небольшой секрет. Мечты, они, вообще, достаточно редко сбываются. Вот. И это, в принципе, норма. В мечте важна не сама мечта. В мечте важна направление. То есть, именно направленность. Именно направленность важна. А не исполнение самой вот мечты, как таковой. И, конечно же, вызывают вопросы. То, что, ну, то, что вам хочется, чтобы именно мечты ваши сбились. С другой стороны, здесь, наверное, уместно было бы задаться такой вопрос. А что для вас значит тот факт, что мечты не сбились. Вот что для вас это означает? И означает ли что-то для вас это? Вот. Это очень важный момент. Зато все плохое, о чем я не помышляю вас случилось. Ну, из чего вы решили, что это плохое? Да, это может быть безусловно неприятным. Но плохое, это вот в какой-то степени именно то, о чем я говорил. То есть, это детская позиция. Потому что только ребенок считает, что вот может случиться что-то плохое. Это детская позиция. Плохо, хорошо. Дальше. Тем не менее, до недавнего времени я любил свою жизнь, свое увлечение, работа и людей, что меня окружало. Ну, опять же, я надеюсь вы понимаете, что звучит это в лучшем случае очень неопределенно. Вот. В худшем это странно звучит. В худшем случае это звучит странно. Как минимум это звучит странно. Потому что любить свою жизнь нельзя. Вы есть жизнь. И в целом мне бы хотелось вот как-то поподробнее, что я, значит, любила. Если бы любили, то от этого вы не отказали бы, если бы любили. Вот. Мне на ум приходит почему-то именно то, что терпели скорее. Как интроверт я не нуждался в постоянном присутствии людей. Хорошо чувствовал себя одна, была самодостаточной и самостоятельной. Справляю сама, делаю глупости, ошибки, ну и участвую на них. Звучит всё хорошо, но то, что вы говорите дальше, не похоже на вот эти слова. То есть это похоже на рационализацию, на то, что вы рационализируете это всё. Но не, действительно, как бы согласно с этим. Я никогда не получил от того, что хотел, если мне было нужно. Тогда, когда хотелось бы. Видишь, что деньги работали мужчины. Опять, такое ощущение, что вы подобный аспект принимаете на личный счёт. Вспамин всего прошлого. И для вас это что-то значит. И если никогда, то значит вы сами себе это запрещаете. У вас есть внутренний запрет на то, чтобы получать то, что вы хотите. То, что человек хочет, действительно хочет, человек получает всегда. Если вы не получаете то, что хотите, значит вы этого не хотите. Либо запрещаете себе это хотеть. Понимаете? Вот. Ну это то же самое, что вот, например, все люди хотят денег. Да? В принципе. Все люди. Всем людям нужны деньги. Не хотят, а нужны всё деньги. Но, если, к примеру, я буду вас просить и молять о том, чтобы вы мне дали денег. Ну, скорее всего, денег вы мне не дадите. То есть это вопрос о том, как вы действуете в плане реализации того, что вам хочется. Вот. Если понимаете, что я здесь имею в виду. Поехали. Еще мне стоит расслабиться и отпустить ситуацию, что идёт на прикосяк. Но, опять же, что значит на прикосяк. Понимаете? Не так, как вы хотите. Да. Не по плану. Да. На прикосяк. Нет. То есть здесь у вас очень негибкое, получается, восприятие мышления. У вас нет способности к адаптации. Она необходима, чтобы как раз таки расслабляться и отпускать ситуацию. Собственно, у вас и выбора нет другого. Вот и сейчас я начала в банкротстве выход из кредитов, а как в эти кредиты попали, я добился предстания и положения на работе. Для чего? Опять же. Выглядит так, как будто вы самоутверсаетесь, просто. Встретила мужчину, который казалось реально отличается от бывшего. Выглядел порядочным и надежным. Здесь выглядит все так, что вы перекладываете на него ответственность за свои проблемы, потому что, во-первых, люди встречаются нам не просто так, и если вам встречаются, ну если первые отношения, ну мужчина до этого был чем-то негативен, значит вы его чем-то притянули. И в новых отношениях вы так же, а значит и проблемы никуда не делят. Ну и порядочный и надежный это опять же то, что нужно вам. И вот я, как никогда уверенный в себе в своих силах, влюбленный, с надеждой смотрю в будущее. А смысл какой-то, вот ваш личный смысл жизни, он в чем? Сейчас выглядит так, что все это зависит от окружающих. Несмотря на то, что вы говорите про то, что вы самодостаточны. Вот. Дальше. Осталось совсем чуть до решения моей главной проблемы – кредита. я свободен, кредит – это не ваша главная проблема. Сначала я знаю, что мужчины не рассматривают наши отношения как таковые, но вы же сомневаетесь в себе, и вы обесцениваете себя, почему мужчина в таком случае не должен этого делать. Дальше. Затем на фоне карантина и в подпродаже на работе обладает у нас зарплата на рот аж до конца июня, 20 тысяч я должна дать за квартиру. Так, ну здесь вы жалуетесь, здесь вы жалуетесь, здесь вы жалуетесь. Жалуетесь. Жалуетесь – это такая негативная форма проявления любви к себе. То есть, скорее всего, вы себя до конца не понимаете. Они любят себя шире, жалуетесь в это делать. Мне не скидь поговорить, потому что все только говорят, что я сильный. Я справлюсь и найду выход, а я не справляюсь. Ну а почему люди решили, что вы сильные? Кто их научил? Так, думать. Ну хочу, чтобы меня просто обняли и сказали, что все будет хорошо, потому что я в это не верю. А в это не надо верить. Как и не нужно верить в то, что все будет хорошо или плохо. Все будет просто так, как будет. Хорошо или плохо – это полюс. Полюс – это субъективное, в данном случае, восприятие, как я уже сказал, немного детское. Вот. Вы не доверяете себе. Вы не можете полагаться на себя. Вы полагаетесь на контроль. И, соответственно, когда что-то идет не по плану, вы все теряете и хотите, чтобы вас кто-то обнял, для того, чтобы вновь обрести почву под ногами. На самом деле, это так не работает. Наоборот, это создает ощущение зависимости у вас. Ну и дальше вы говорите про чувства, которые у вас сейчас спонтанно выражаются от любой неудачи, что в принципе понятно, но у меня есть прозрение по поводу того, насколько своевременно вы выражаете свои чувства. Есть у меня ощущение, что чувства вы свои тормозите. С чем и связана такая реакция. На этом все. Подумайте, пожалуйста, над запросом к специалисту и будем работать с вами. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам решения ваших проблем. Удачи!